Здравствуйте, в эфире новости АТН, в студии Александр Тихонов, коротко о главном. Нужно рекомендовать защищать самих себя от укусов комаров, использовать репелленты, использовать противомоскитные сетки с первых часов буквально пребывания в странах, эндемичных по данному заболеваниям. Заразительный отдых. Трое харьковчан вернулись из Таиланда с заболеванием, которое раньше никогда не регистрировалось в Харьковской области. Приехала скоро быстро. Что-то они его там давили. А что, они приедут, что рабочих не сошли. Что нужно? Ничего они не сделали. Гибель без причин для самоубийства. На Салтовке мужчина выпал из окна собственной квартиры на пятом этаже. Прибывший в офис 22 июля, мы застали чистый офис с чистыми столами, с чистыми шкафами, никакой документации. Односторонняя ликвидация. В Харькове может быть уничтожена одна из наиболее успешных аграрных компаний, считают ее основатели и сотрудники. Итак, подробности. Опасный для здоровья отдых. Трое харьковчан вернулись с отпуска в Таиланде с заболеванием, которое ранее никогда не регистрировалось в Харьковской области – лихорадкой Денге. Из аэропорта в инфекционку. После отдыха в Таиланде трое харьковчан вернулись на родину с заболеванием, которое раньше никогда не регистрировалось в области. В конце июля, начале августа мужчины отдыхали в одном и том же отеле. Там их искусали комары, которые и стали переносчиками лихорадки Денге. Острого вирусного инфекционного заболевания, также известного под названием «лихорадка путешественников» или «финиковая болезнь». Одному из туристов сделали необходимые анализы и поставили диагноз еще в Таиланде. Остальным уже дома. Всех троих заболевших в конце прошлой недели доставили в Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу. К счастью, у наших пациентов доброкачественная классическая форма заболевания, которая начинается, по сути, напоминает клинику гриппа начала данного заболевания. Это повышение температуры тела до высоких цифр со знобом. Это головная боль, это боль в глазных яблоках, першение в горле, ломота в мышцах, боли в суставах, снижение аппетита, возможно, нарушение вкуса. Но в отличие от гриппа, при данном заболевании также отмечается увеличение всех групп лимфатических узлов. И со второго-третьего дня заболевания появляется обильная сыпь, что, собственно, и наблюдается у наших пациентов. Заболевание протекает в две волны. После четырех дней лихорадка отступает на одни-двое суток, затем возобновляется снова. Длится, как правило, около 10 дней. Инкубационный период составляет от 3 до 15 дней. Подхвативших болезнь поместили в специальные палаты с противомоскитными сетками. Переносчиком инфекции являются комары особого вида – айодес, укусившие больного человека или обезьян. И потом, в течение трех месяцев, они могут передать вирус здоровым людям. Несмотря на то, что для Харьковской области это первый случай такой болезни, врачи и эпидемиологи отмечают, харьковчанам ее опасаться совершенно не стоит. У нас на территории Харьковской области данный вид комара не циркулирует. То есть, приедя, допустим, те люди, которые находились на отдыхе и там заразились, дальше эпидемического распространения данное заболевание на территории Харьковской области не имеет, потому что у нас нет переносчика, это возбудителя. А заразиться данным заболеванием можно только находясь на отдыхе. Это в основном страны Азии, Африки, Океании. Вакцины от лихорадки Денге до сих пор нет. Поэтому, прежде чем отправлять желающих отдохнуть в тропические и субтропические страны, работники турагентств должны предупреждать о эпидемообстановке там и мерах профилактики, считает Елена Могиленец. Нам нужно рекомендовать защищать самих себя от укусов комаров, использовать репелленты, использовать противомоскитные сетки с первых часов буквально пребывания в странах, эндемичных по данному заболеванию. Кроме того, нужно говорить пациентам о том, что нужно пользоваться бутылированной водой, не покупать продукты питания у торговцев на улицах, питаться только в отелях, поскольку есть и другие заболевания, не менее интересные и опасные, чем Денге, такие как брюшной тифши, гелез и другие. Среди всех заболеваний, которые переносятся комарами, лихорадка Денге занимает второе место после малярии. Ее случаи были зарегистрированы в 120 странах мира. Ежегодно, по данным ВОЗ, лихорадка путешественников поражает приблизительно 40 миллионов людей. При этом умирает около 2,5% заболевших. Алена Сорока, Александр Проценко, агентство телевидения новости. 24-летний мужчина выпал сегодня из окна собственной квартиры на пятом этаже, ЧП произошло около 12 часов дня. Правоохранители рассматривают несколько версий случившегося, в том числе самоубийства и несчастный случай. Репортаж Велена Моты. Трагедия случилась на Салтовке. Из окна последнего этажа пятиэтажки, расположенной по адресу гвардейцев-широненцев 44-Б, выпал 24-летний мужчина. Соседи сразу же позвонили в скорую, но спасти парня медикам не удалось. Приехала скоро быстро. Что-то они его там давили. А что, или ты, кто рабочий, если что. Что можно. Ничего они не сделали, все ему там искусство. Делали, делали, вызвали криминалиста. Соседи по подъезду как об умершем Александре, так и о Севье отзываются хорошо. Все как один твердят, причины для самоубийства у него не было. Парень был порядочный, вежливый, трудолюбивый. Жил вместе с младшей сестрой и родителями. Закончив техникум, поступил в институт. Потом устроился на работу. Я знаю, нормальный парень. Где-то обучился. Не знаю, сестричка у него тоже занимается. Нормальный, всегда здоровался. Я мне сказала, что он такой. Никогда его ни пьяным не видели, ничего. Примерно год назад с ним произошел несчастный случай. Его ударило током. Сильно пострадали руки. Пришлось сделать операцию. Ну, на работе что-то случилось. Полез он куда-то там в какой-то щиток и ударило его током. А вы видели? Сильно там пострадали? Ну, черные руки были такие. Лицо было черные. Руки и ноги. Лежал он долго в больнице. Не знаю, месяц. Недавно делали еще одну операцию. У него пальцы не работали. Парень остался инвалидом. Поэтому соседи не исключают, что падение могло быть тоже несчастным случаем. Александр мог просто не удержаться, открывая окно. К тому же, жильцы дома рассказали о том, что в момент трагедии в квартире мужчины была открыта вода. Ее потом перекрыл сантехник, потому что стало заливать соседей этажом ниже. Я вышел, сантехник мне сказал, что вы не знаете, что у вас там упал человек. И он, видимо, воду перекрывал. Правоохранители же с выводами пока не торопятся. Говорят, сначала оперативно-следственная группа должна изучить все детали происшедшего, опросить соседей. Затем придется провести несколько медицинских экспертиз, чтобы установить точную причину смерти. Велен Мода, Владимир Борох, агентство телевидения новости. В Харькове может быть ликвидирована одна из наиболее успешных аграрных компаний. Причины тому не кризис, а рейдерский захват, считают ее основатели и сотрудники. Компания «Агросвит» входит в десятку наиболее крупных игроков на аграрном рынке Харьковской области. Только за минувший год в виде налогов. Ею было перечислено в бюджет более 9 миллионов гривен. Но уже в ближайшее время регион может лишиться такого налогоплательщика, утверждает основатель «Агросвита» Александр Бичич. По его словам, его партнер, который пришел в этот бизнес позже, незаконно начал процедуру ликвидации предприятия, желая присвоить активы. Он, ликвидировав компанию, его целью была захват всех активов. И я хочу расценить это как рейдерский захват с его стороны. Я полностью утратил влияние на компанию и не мог никак противодействовать его незаконным действиям. Дело в том, что «Агросвит» – это дочерняя компания, которая управляется с Кипра. В 2014 году партнеры Александр Бичич и Сергей Полумысный заключили соглашение, которое предусматривало порядок выхода партнеров из бизнеса. Однако, говорит Бичич, Полумысный, пользуясь доверенностью, выданной ему кипрской компанией, незаконно, не поставив его в известность, без собрания акционеров, начал процесс ликвидации компании. Юристы, которые управляют компанией из Кипра, подтверждают, процесс, который происходит в Украине, по их мнению, незаконный. Полумысный использовал доверенность, которым была он дана ему, и вопреки положения акционерного соглашения он решил ликвидировать компанию, целью передать имущество компании своим структурам, параллельным, которые, надо отметить, тоже нарушает акционерное соглашение. Однако, у второй стороны конфликта иная точка зрения. Сам Сергей Полумысный и его представители уверяют, губить успешный бизнес не хотели. Это Александр Бичич отказался решать всё по-хорошему. Вести общий бизнес для партнёров было неприемлемо. А когда речь зашла о продаже долей или разделе активов, Бичич якобы стал игнорировать все предложения провести собрание акционеров и договориться. Более того, подал в суд на собственного директора, что заблокировало работу. В 2013 году лично Александр Бичич пригласил меня возглавить холдингу компанию группы «Агросвит». Протокол о назначении меня как директора в 2013 году был подписан лично Александром Бичичем на основании его доверенности от главного акционера компании «Агросвит Лимитер». А продление? Продление было подписано полумысленным, но после моего продления в 2014 году был подписан протокол. Опять же лично Александрович подписал ряд протоколов мне как директору. Со стороны господина полумысленного абсолютно не было никакого рейдерского захвата и быть по сути не могло, потому что у них есть договор, юридически подписанный двумя сторонами, в котором чёрным по белому прописано, в том числе момент ликвидации. Со стороны полумысленного кроме конструктива не было ничего. То есть господин полумысленный вёл абсолютно прозрачную, абсолютно конструктивную позицию. Сам же Бичич уверяет, полумысленный специально назначал собрание акционеров именно в те дни, когда он был болен и игнорировал даты, оговоренные заранее. Хотя другая сторона утверждает, дни, на которые назначались собрания, он был в офисе. В итоге конфликт между бывшими партнёрами вылился в судебные споры и уголовное преследование. В то время как одна сторона пыталась в суде оспорить начало ликвидации предприятия, вторая обратилась в милицию с утверждением, что на регистратора, которая занималась предприятием, оказывается незаконное давление. Это классика жанра у нас. Сколько я участвую в антирейдерских схемах, когда мы спасаем бизнес, то обычно так всегда и поступают. Сначала делают первый шаг, который позволяет распорядиться имуществом, назначить своего человека к управлению, а потом блокируется возможность изменить эти изменения, то есть исправить всё, вернуть назад, как оно должно было быть. Я утверждаю, что действия регистратора совершены с нарушением существующего закона. Какими мотивами он руководствовался, насколько это серьёзно и несерьёзно, разберётся следствие. В ходе односторонней ликвидации, утверждают работники компании, были уволены десятки сотрудников, выведены на счета других фирм миллионы гривен, похищены документы и печати. Всё это делает невозможной нормальную работу, говорят сотрудники. И как раз в разгар уборочной, главного периода работы аграрных предприятий. Это, говорят в компании, уже насторожило их клиентов, которые используют элеваторы Агросвита для хранения зерна. Прибывши в офис 22 июля, мы застали чистый офис с чистыми столами, с чистыми шкафами. Никакой документации, подтверждающей деятельность Ассоциации Агросвит, нет, вообще никакой. Не только бухгалтерская, но есть управленческая, есть организационная. Нет ничего, ни кадров, ничего нет, ни одной бумаги. Офис стерильный, офис стерильный. Поэтому сегодня деятельность, полную деятельность вести невозможно. При первом приближённом управленческом анализе экономическом, часть денег, более 100 миллионов, которые заработали наши компании, они под контролем торгового дома или новых компаний, которые под контролем только полумыслому Сергею Валерьевичу. Это более 100 миллионов. Это большие деньги. Однако представители Сергея Полумыслова уверяют, никого из работников они не увольняли. С некоторыми сотрудниками в июне просто закончились ежегодные контракты. Вот часть из них и попытались продлить их в обход работодателя. Более того, представители Сергея Полумыслова уверяют, никаких денег они себе на счета не переводили и общую документацию фирмы не забирали. А покинули офис, не желая находиться на одной территории с оппонентами. Это можно легко проверить. Деньги находятся там, где они и находились. Никто никуда их не выводил. Это не позиция полумыслова. Полумыслый готов садиться, готов конструктивно разговаривать. Ликвидация агросвита вряд ли пройдет так же гладко в масштабах области, сомневаются в областном агропромышленном департаменте. Это одно из крупнейших подобных предприятий, на котором работает около полутысячи человек. Его исчезновение болезненно отразится не только на семейных бюджетах, но и на работе всего аграрного сектора региона. Переробники зерна, в целом, они должны быть. И в первую очередь, они должны обеспечить качество сохранения продукции и своёчасно её переработать, чтобы надавать тем же хлебопекарям продукцию для выпечки социальных сортов. То есть, эта компания должна быть не одна в нашем регионе, а несколько. И они такие, которые обеспечивают нас. Обе стороны уверяют, они хотели полюбовно решить проблему, однако партнёр оказался против. И это, скорее всего, приведёт к тому, что компания «Гроссвит» перестанет существовать, а её имущество будет распределено между собственниками либо продано новым владельцам. Марина Николаева, Александр Проценко, агентство телевидения новости. В эфире новости АТН, и далее в региональном выпуске. Все коллективы на сегодняшний день культуры идёт не до финансирования. И на сегодняшний день задолженности. Театральный простой – взгляды коллектива и руководства на судьбу оперного театра. Основной наш старый зал, в котором был Чайковский, Шаляпин и все остальные, он ждёт своего часа, хотя там тоже проделана очень большая работа, он, по сути, ждёт уже лепку. Завершение строительства самых знаковых объектов для Харькова под вопросом реконструкцию Харьковской филармонии обещают закончить уже к концу этого года, а строительство станции метро «Победа» отодвигается на год. Подробности в региональном выпуске через несколько секунд. Театральный сезон в оперном театре в этом году откроется с опозданием на три месяца. Именно на такой срок весь творческий состав театра был отправлен в простой. Официальная причина такого решения – реконструкция большой сцены театра. Артисты уверены, вынужденный отпуск экономически не выгоден театру. Между тем, дирекция уверяет, реконструкция и простой меры вынуждены. Двери театра перед артистами закрылись 1 августа. Сразу после отпуска дирекция отправила в трёхмесячный простой творческую часть коллектива – около 370 человек. Причина – установка на большой сцене осветительного оборудования. Ссылаясь на работы по реконструкции, администрация не впускает артистов в здание для проведения репетиций, необходимых для поддержания формы. В качестве альтернативы, говорят артисты, предлагают индивидуальные занятия. Несогласных же пригрозило сократить. Хотя для отправляющейся на гастроли балетной тропы возможности изыскали. Её артисты, несмотря на официальный простой, продолжают репетиции. Театральный комплекс позволяет наладить этот процесс даже при отсутствии большого зала. У нас есть большое фойе, которое неоднократно использовалось, у нас есть большие классы. У нас есть малый зал, который сейчас простаивает, и можно договориться с руководством малого зала об его аренде в счёт взаимозачёта. Вопрос о простой, рассказывают артисты, поднимался ещё в конце прошлого сезона. Тогда руководство его предлагало как один из вариантов экономии фонда заработной платы. Но творческий коллектив от него, как и от сокращения рабочей недели или сокращения кадров, отказался. Теперь же трёхмесячный вынужденный отпуск руководство преподнесло как строительную необходимость. Но в его обоснованности артисты сомневаются. Говорят, несмотря на заявленную реконструкцию, строительные работы до сих пор не начались, и спустя 10 дней с начала простоя театр функционирует в нормальном режиме. Эти дни, уверены артисты, можно было бы потратить на те же репетиции и подготовку к новому сезону, который как раз и приносит деньги. Потому с просьбой обосновать экономически простой театр, а заодно и узнать, когда и как долго будет длиться реконструкция, коллектив обратился к дирекции. Начинается какая-то большая работа, планируется. Есть какой-то план этих работ, мероприятий, которые чётко согласованы. Есть фирма-подрядчик, которая должна выполнять эти работы. На данный момент официально нам не дали информации по фирме-подрядчика, которая будет заниматься этими работами, и нет плана проведения этих работ. Вынужденный простой связан прежде всего с необходимостью проведения реконструкции, утверждает директор оперного Олега Рищенко. Но финансовая составляющая в нём играет не последнюю роль. Действительно, существует проблема с фондом заработной платы, которую решить можно либо сейчас простоем, либо потом сокращением штатов. Все коллективы на сегодняшний день культуры идёт недофинансирование. И на сегодняшний день планируемая задолженность по зарплате до конца года планируется около 3 миллионов 700 тысяч. В связи с этим, по стечению обстоятельств, те, которые сложились, вот мы, отправляя коллектив на простой, имеем экономию по финансам до конца года. Не скрывает Олега Рищенко и подрядчика, им стал Укркультмонтаж – госпредприятие подотчётное министерство культуры. Сам же тендер был проведен 20 июля этого года. Это завершение почти шестилетней эпопеи по освоению гранта. Ещё в 2009-м по договору между правительствами Украины и Японии оперному театру был выделен грант в виде оборудования на сумму более 3 миллионов гривен. Со своей стороны, Харьковская облгосадминистрация должна была изыскать средства на его установку – порядка 4 миллионов гривен. Но необходимых средств не находилось. Потом произошла смена собственника театра. Добиться финансирования от министерства удалось только сейчас. Деньги теперь выделили из бюджета страны. Для этого потребовалось смешательство на уровне премьер-министра и президента. Вероятно, ускорению решения этого вопроса поспособствовало и предоставление кредитных гарантий в размере 1,5 миллиардов долларов для обеспечения финансовой стабильности Украины. По данным СМИ, одним из условий их выделения стала как раз реализация данного гранта. О решительности японцев говорит и Олег Горищенко. На сегодняшний день это единственный грант Японии во всём мире, который не реализован и именно не реализован на Украине. И все силы и нашим правительствам, и нашим министерствам были направлены на реализацию этого гранта. Так как японцы сказали, ни один грант на Украину не зайдёт с Японии, пока мест не будет выполнен этот грант. В случае реализации этого гранта оперный театр получит цифровое оборудование, которое позволит программировать освещение, прописывать партитуру света спектаклей. В соответствии с указом президента, реализовать проект и его презентовать в театре должны до 30 октября этого года. Сейчас, утверждает Орищенко, уже проводятся подготовительные работы. Планируют в администрации оперного решить вопрос с репетициями и с занятостью на время простоя. Обещают создать рабочую группу по разработке альтернативных проектов. Говорят, уже даже получили обещание от Министерства культуры поддержать финансово такие проекты. В свою очередь, творческий коллектив планирует обратиться за помощью к областным властям и в Министерство культуры. И будет требовать плана проведения работ от подрядчика и выплаты 100% заработной платы вместо положенных по закону 66% за время простоя. Оксана Нчапаренко, Александр Проценко, Андрей Домовой. Агентство телевидения новости. Завершение строительства самых знаковых объектов для Харькова под вопросом. Так, реконструкцию Харьковской филармонии областные власти обещают закончить уже к концу этого года. Строительство станции метро Победа откладывается еще на год, а реконструкцию исторического музея и вовсе приостановили. Вот уже почти 10 лет, как Харьковская филармония пребывает в стадии хронической реконструкции. За это время здесь было освоено больше 100 миллионов гривен, как за спонсорских, так и бюджетных. Теперь Кабмин обещает еще 65 миллионов гривен, чтобы наконец закончить затянувшуюся реконструкцию. Кабинетом министров сегодня рассматривается вопрос, практически он на стадии завершения, о выделении из резервного фонда, из фонда регионального развития 65 миллионов на достройку и запуск в эксплуатацию первого пускового комплекса нашей областной филармонии. Это такой наш долгострой серьезный, но он даст возможность запустить органный зал, показать ковчанам знаменитый инструмент, который уже несколько лет хранится. Большую часть этой суммы, около 40 миллионов гривен, уйдет на оборудование. Уже в конце этого года, обещают областные власти, филармония сможет принимать первых зрителей и таким образом, говорят, смогут компенсировать какую-то часть затрат. Просторный и уникальный по акустике, строительство этого новенького зала уже в стадии завершения. Осталось установить световое оборудование и кресло. И несмотря на то, что изначально планировалось открыть не только органный зал, но и старый филармонический с фойе, студией, музеем и кафе, директор филармонии оптимизма не теряет. А уже основной наш старый зал, в котором был Чайковский, Шаляпин и все остальные, он ждет своего часа. Хотя там тоже проделана очень большая работа, он по сути ждет уже лепку. Потому что у нас штукатурен, там новый балкон, там новая крыша, новый пол. Еще один объект, который тоже уже довольно давно находится в стадии реконструкции, это исторический музей. Сроки окончания ремонта, так же, как и с филармонией, из-за проблем с финансированием неоднократно сдвигались. Жилстрой-2, который один из основных участников реконструкции, там даже те объемы работ, которые они выполнили, там существуют еще долги с Жилстроем-2. Этот проект не завершен, ну вернее, проект там он комплексный, но он предполагает еще инженерную и внутреннюю корректировку и приведение в порядок. То есть там фактически музей, который там находится, он должен еще дополнительно по инженерии и по планировке, там второй этап должен быть выполнен. Мы сегодня в Кабмин написали листа, то, что сказал Михаил Санович, для того, чтобы покрыли те потраты, как и раньше было. Это порядка 14 миллионов, Жилобуду-2 есть, скажем так, так как Тольская запортованность. И на 2016 рік, я повторюсь, фонд регионального розвитка данный объект включается. Близки к завершению и работы по станции метро Победа, утверждают уже в мэрии. Сейчас ее готовность 80%. Закончить одну из самых долгожданных станций Харьковской подземки обещают в следующем году, традиционно ко дню города. Инна Степанишина, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. Программа «Доступная медицина», предложенная благотворительным фондом социального развития, подарила селянам надежду на раннюю диагностику и профилактику самых тяжелых заболеваний. Вакуум, образовавшийся после разрушения системы здравоохранения, стараются заполнить медики-волонтеры. Нарушена связь, я имею в виду про медицинские связи, непосредственно пациента, с квалифицированными специалистами, и мы стараемся это восполнить. То есть мы ушли от системы Симашко, по которой жили практически 85 лет. Главная цель таких выездов – диагностировать заболевания на ранней стадии. Всю необходимую аппаратуру медики привозят с собой. Так в селах области начали работать мобильные бригады врачей. В нашей ситуации, когда страна перед рядом глобальных вызовов, и экономических, и социальных, то здесь как раз и нужно соучастие сегодня всех безразличных людей, небезразличных людей. Антон Сушкин, Владимир Борох, агентство телевидения новости. Вы смотрели новости АТН. Больше сообщений на нашем сайте atn.ua. В студии работал Александр Тихонов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...